23 января 1911 года неожиданно для многих был арестован регент Самарской Покровской церкви Николай Николаевич Полюбин, известный также многим как композитор. Им было написано множество духовных сочинений, одобренных Священным Синодом и использовавшихся в прицерковных службах. Арест регента на дело было в городе Шума, а в газетах даже промелькнули какие-то сообщения о подлогах, которые были им совершены. Но постепенно о Полюбине забыли. И вот теперь, два года назад, потомственный почетный гражданин, композитор и церковный регент предстал перед судом. Кушает сено корова. А герцогиня – жиле. И в половине второго граф ошалел. В шале. Процесс слушался при переполненном публикой зале. Председательствовал на этом заседании председатель Самарского окружного суда Хризаменов. Обвинял товарищ прокурора Малевич, а защищал подсудимого присяжный поверенный Галетков. А так как во время предварительного следствия был поднят вопрос о психической ненормальности Полюбина, на суд были приглашены и эксперты – психиатры Муромцев и Головин. История же этого любопытного процесса оказалась следующей. В начале осени 1909 года при Самарской Покровской церкви освободилась должность церковного регента, и Причт стал получать предложение от лиц, желающих занять эту должность. Поступило такое предложение и от потомственного почетного гражданина Николая Николаевича Полюбина. В доказательство своей опытности Полюбин предоставил документы, среди которых было свидетельство об окончании духовной семинарии и о службе в архиерейском хоре. Было среди этих документов и свидетельство придворной капеллы о выдержанном экзамене на звание учителя церковного пения. Все документы были в полном порядке. А так как Полюбин оказался наиболее подходящий для занятий должности кандидатурой, Причт пригласил его эту должность занять и заключил с ним договор на три года. Так прошел один год из трех. И весь этот год Полюбин весьма успешно управлял церковным хором. Но вот в конце 1910 года самарская полиция неожиданно получила агентурные сведения о том, что Полюбин совсем не тот, за кого он себя выдает. И живет он в Самаре под чужой фамилией. Тогда из дел Причта Покровской церкви было вытребовано свидетельство придворной капеллы о выдержанном экзамене на звание учителя церковного пения. Это свидетельство и было отправлено в капеллу для проверки. А вскоре пришел и ответ. Николай Николаевич Полюбин среди учеников капеллы никогда не значился. И свидетельство на звание учителя ему не выдавалось. Тогда сыскная полиция произвела на квартире Полюбина обыск и изъяла ряд различных документов на его имя. Относительно всех этих документов Полюбин сначала заявил, что все они подлинные и принадлежат лично ему. Но когда ему было объявлено сообщение, полученное из придворной капеллы, он изменил свои показания и заявил, что у него есть родной брат Николай Николаевич Старший, который в 1910 году был проездом в Самаре и тогда же оставил здесь свои документы, в числе которых и удостоверение придворной капеллы. Своим же он признал теперь лишь свидетельство учительской семинарии на звание учителя, наклеенное на калинкор. Когда же калинкор был снят, то наоборот на его стороне была обнаружена надпись, поставившая было следствие в тупик. А теперь оставим пока регента Полюбина и поговорим о других самарских делах и происшествиях. Это были два Ивана Ивановича. Оба служили столоначальниками в одной из канцелярий, оба были людьми семейными. Но один Иван Иванович был толст, обладал порядочным брюшком, ходил с одышкой и поминутно вытирал лоб платком. А вот другой Иван Иванович был худ, как скелет. Платье висело на нем, как на вешалке, а его лицо было лицом угодника со старинных образов с тонкой-тонкой кожей. В канцелярии все помнили, как несколько лет назад они были дружны настолько, что их даже называли «приятели не разлей вода». Бывало, как только жена одного Ивана Ивановича испечет кулич, сейчас же, накинув платок, бежит к соседям «Идите скорее к нам кофе пить!» Я горячий кулич из печки вынула. Да и жена другого едва только в огороде поспеет смородина или крыжовник, сейчас же кричит в окно «Идите ягоду на пирог собирать!» О мужчинах же и говорить нечего. Они вместе уходили на службу, вместе возвращались из канцелярии домой, ни в чем не скрывались и всем друг с другом делились. А навстречу им бывало по вечерам, весело бежали дети и заливались громким лаем шавки. Но то раньше, а сегодня все было совсем не так. Причиной же всему этому была одна странная и нелепая пустяковина. Однажды в канцелярию пришла бумага из Петербурга с вопросами и приказаниями, которые как будто бы не могли относиться к той канцелярии, в которой служили Иваны Ивановичи. Но бумага была из Петербурга, а значит, надо было на все эти вопросы отвечать по пункту. Случилось так, что эта бумага попала на стол Ивана Ивановича Толстого, который увидел в ней какой-то скрытый смысл. По привычке делиться всеми своими мыслями с товарищем, он подошел к другому Ивану Ивановичу и изложил ему свои соображения. Но тот мрачно взглянул на приятеля из-под очков и сказал, что никакого скрытого смысла он в этой бумаге не видит. Это рассказ Елены Буланиной, увидевший свет на страницах Самарской газеты в самом начале 20-го столетия. Иван Иванович Толстый, Иван Иванович Тонкий, два столоначальника и два друга, превратившиеся из-за недоразумения в злейших врагов. Знакомый сюжет, не правда ли? Здесь и Гоголь, и Чехов, и еще много-много разной литературы. Литература разная. А вот смысл один – недоразумения, которые оборачиваются ссорами и несчастьями. Так было в столицах, так было и в Самаре. И вот об этом-то в очередной раз и прочли в рассказе Буланиной читатели Самарской газеты. «Но ведь здесь нужно между строк читать, милейший!» – взволновался Иван Иванович. «Эх, Иван Иванович, где нам между строк читать? Это пусть университетские читают. А нам куда?» – ответил ему приятель. «У меня пока мозги работают. Они ничем не обременены». «Ах, вот как!» – вспыхнул Иван Иванович Толстый. «Не намекаете ли вы на то, что мои мозги обременены жиром? Но это еще неизвестно, когда мозги лучше работают, когда в них много крови или мало, как вот у вас, например». «Что-с?» – взвизгнул Иван Иванович. «Вы меня упрекаете в том, что я, работая для семьи, не щадил своих сил и не нажил брюшка?» «Ах, это вы мне говорите!» – ответил ему Толстяк. «А я, по-вашему, для кого же работаю? Или вы какие-то шуры-муры у меня на стороне заметили?» Теперь оба Ивана Ивановича стояли друг против друга со злыми лицами и сверкающими глазами. Один грозил и махал перед лицом другого пальцем, а другой, Иван Иванович, сжимал кулаки и кричал что-то такое, что было непонятно ему самому. Теперь вся их дружба была забыта, и их раздражало друг в друге даже то, что совсем недавно они легко прощали и даже любили. После этого они уже не возвращались домой со службы на одном извозчике и не играли в карты за одним столом в клубе. Жены, электризованные мужьями, тоже охладели друг к другу, их визиты прекратились. Подогреваемая сплетнями досужих кулушек вражда росла и росла с каждым днем. А мы между тем оставим поссорившихся приятелей и вернемся к регенту церковного хора Полюбину и узнаем, что же было обнаружено на оборотной стороне свидетельства, когда был снят калинкор. А под калинкором была обнаружена надпись, сделанная инспектором народных училищ Смоленской губернии, из которой следовало, что окончивший курс в полоцкой семинарии Николай Поливин исполнял в 1892 и 1893 годах обязанности учителя в разных училищах Смоленской губернии. Когда относительно этого свидетельства запросили полоцкую гимназию, она ответила, что означенное свидетельство было выдано родившемуся 20 марта 1864 года Николаю Поливину. Таким образом, регент Полюбин вдруг оказался Поливиным и не старшим, не младшим, а самым обыкновенным. Отвечая на вопрос, зачем было Поливину превращаться в Полюбина, самарская полиция выяснила следующее. Служа в 90-х годах учителем в разных школах Смоленской губернии, Поливин составил подложное свидетельство от имени инспектора и с его помощью выписал от фирмы Гессен и Гроссман дорогущую физгармонию. Не подозревая подлога, фирма охотно открыла ему кредит, а Поливин физгармонию продал. Когда же дело раскрылось, он был привлечен к следствию, но вот тут-то и решил лечь на дно, превратившись в Полюбина и переселившись сначала в Воскресенск, затем в Калубу, а уже после этого в Самару, где, как было сказано, в течение года успешно руководил церковным хором. Предъявленного ему обвинения в подлоге документов Поливин-Полюбин не признал и теперь, заявив, что он талантливый композитор. Разве вы не знаете, что я сочинил великолепный гимн в честь Серафима Саровского, который был исполнен при его величестве и заслужил его признание, а я за это был отмечен благодарностью. Наконец, заметим, что, находясь в Самарской тюрьме, Поливин начал жаловаться на то, что он страдает душевным расстройством. С этой целью он был отправлен на экспертизу, которая осуществлялась в Тамашевом колке. Однако, эксперты пришли к выводу, что все его душевное расстройство это чистой воды симуляция. А значит, отвечать бывшему регенту пришлось по всей строгости закона. Роковое трепетание. Живо сердце, не мертво, как уборщица Маланья. Впрочем, это ничего. С вами был Михаил Перепелки.